В парикмахерской. Ваша очередь. Пожалуйте, гражданин. Подровнять прикажете и побриться в момент. Ну, знаете, стриг я вашего Драбкина. Он хотя и большой начальник, а борода у него неважная. Прямо второй сорт бороденка. А впрочем, какие теперь и начальники-то. Так, мечта не одно. Ни выправки у них, ни сановитости, даже никакого трепета возле них не ощущаешь. С прежними никогда уравнять нельзя. А ведь раньше в мою парикмахерскую вся знать ходила. Князья, генералы, графы, пажи. И швейцар уже знал. Ваше сиятельство, ваша светлость. Да и мы из выражения не выходили. Всегда уж бывало. Окажите милость, ваша честь. Или доставьте честь, ваша милость. И бороды у них супротив теперешних-то. Куда? Волос, я вам доложу, как проволока. Заграничный волос. Аглицкий. Преешь, преешь над ним. Прямо ломовая работа. И уж таки была заслуженная страсть. Но при всем том образовании у них элементарное все-таки не было, чтобы посредством высших наук. Например, приходит ко мне генерал. Крест на кресте. Даже плюнуть на грудь некуда. И требует остричь сухим бобриком при несмоченной голове. А при нем мой помощник Родионов. Пьяница такой. Все фиалковый корень жует. А от самого все-таки тухлой щукой всегда пахла. Родионов и говорит. Сухим бобриком не могу. У меня чересчур кривое горло. Генерал как крикнет, как топнет. Тогда Родионов стал генерала стричь. Я же, освободившись, начинаю читать генералу общедоступную лекцию при всей вежливости речи. Извините, говорю, ваше превосходительство. Но я, как будучи профессор по своей специальности, то мне приходилось встречать всевозможные случаи, в том числе и человеческие горлы. Есть, говорю, на передней части мужской шеи одна история. Называется, ваше превосходительство, кадык. Особенно у пьяниц или церковных певчих из октав. И при том, имейте, говорю в виду, кадыки бывают обоюдных комбинаций. Информации внутренние и наружные. Да. Ежели кадык внутренний, его и не видать. Получается прямое горло. И кадык сидит в горле, как пробка в бутылке. Но коль скоро кадык выкатывается на улицу, это называется кривое горло. Ваше превосходительство. А стрижка сухим бобриком самая опасная. Это обозначает все торчком. Спереди, сзади, на висках. Чтобы полный круг был. И при такой деликатной механике ужасно мелкий волос летит, как пыль. И все отскакиваемые волосинки неопровержимо попадают при кривом горле в легкое. Отчего влечет чахотка. А вы извольте взглянуть, ваше превосходительство, на этого субъекта Родионова. У него, между нами говоря, чересчур кривое горло. И кадык самый неестественный. Вот поэтому, по самому, ваше превосходительство, Родионов поупорствовал. Но, снисходя к вашим заслугам, он изволил приступить к стричи, приняв весь риск чахотки на свою личную ответственность. Генерал поморщился и протянул так, знаете ли, иронически. Да, а потом как пустят. Да за такую уменимую пропаганду вас в окопы, подлецов. С тех пор ни ногой ко мне. Да и черт с ним-то. Или, например, разные дамы из высших аристократок. Подъедет в карете какая-нибудь барышня. Рю-рю-рю. Капризного воспитания. Беда. Я вам доложу. Хоть плачь. Ах, щипцы горячие. Ах, банда не умеете класть. Ах, профиль мне испортили. Ах, какие руки у вас не очень чистые. До того прыгаешь над ней, что не только рубаха. А и сапоги-то взмокнут. Ну, а теперь на этот счет, в направлении, то есть женского пола, нам с новым режимом большое облегчение вышло. Коммунисток, например, случается стричь. Одна приятность. И ее чем короче обкорнаешь, оно и лучше тем. Картуз надела, трубку закурила и пошла. Очень ей надо лаконы пускать. Да всякие рю-рю-рю-рю. Раз у нее одни заседания на уме. Но коль скоро дело коснулось нового режима, я скажу. Можете себе представить, что было после революции. Тут уж черт знает что. Советские парикмахерские открылись. Народ повалил толпами. Неизвестно откуда и взялся. Ведь, кажется, подыхали все от голода. Остричься, добриться, огромные хвосты. Конечно, всякому лестно, на дармовщину-то. Ну, надо правду сказать. Теперь уже дело прошлое. Обращались парикмахеры безобразно. Потому мастера озлоблены, голодные, холодные. Заработков лишились. На учете все. Поэтому стригли с остеревенением. Иного так оболванят. Точно смотреть. Подойдет стриженный от субъект в зеркалу. И попятится в полном затруднении себя признать. Зато в три минуты цирк, цирк, цирк. И готово. И волос этих, бывало, до шерсти человеческой сборот прямо неимоверные размеры. Каждый божий день по двуспальному матрасу можно было набивать. Но, конечно, мы не американцы. Или не угодно ли такую хронику. Заведующим в нашей коммунальной парикмахерской был родный цирюльник из солдат коронной службы. Такой стервец оказался. Страсть. Например, без двух минут шесть можете себе представить, садится к нему в порядке живой очереди какой-то товарищ. И такие волосатые, знаете, черные. И предлагает стричь. Заведующий, не торопясь, взял под машинку весь затылок, правую часть головы от уха, а часы как раз бьют шесть часов. Так можете себе вообразить? Парикмахер кладет машинку и снимает фарту. Клиент в ужас, в курик. А тот мы, товарищ, закрываем по декрету ровно в шесть. Вот объявление. А вот перед вашим взглядом часы. Завтра, пожалуйте, докончим. Итак, сколько раз. Но уж такого грандиозного безобразия над свободной личностью я не признаю и всегда оказывалось нисхождение. Хоть плохо, цирк, 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 а оболванишь? Освежить прикажете? Нет? Тогда извольте. Я усы бриллиантовым подмахну. У нас теперь товар самый лучший, заграничный. Из петротреста собственного изготовления. Ну, вот-вот, пожалуйте, мальчик, обчисти гражданина.